всем привет друзья с вами светлана и мы находимся витязево это улица тракторная пещение с улицы пролетарской здесь у нас гостевой дом в котором есть бассейн сейчас я вам покажу территорию какие здесь номера сразу скажу что здесь номера двухместные и 2 плюс один маленький ребенок то есть там два трехместных номера еще в основном все двухместные общем давайте вам покажу и расскажу чё почем сразу перед домом видим большую парковочку сейчас тут только моя машинка стоит там прицеп его уберут скорее всего на лето хозяйская машина у нас получается два дома соединенных между собой переходом лестничным в одном доме живут хозяева а в другом доме сдаются посуточно в летний период квартиры у нас во дворе сейчас пока еще бассейн не установлен но бассейн стоит здесь он большой он три на шесть это каркасный огромный такой бассейн взрослые тут тоже могут купаться сейчас ставлю фотографию посмотрите как он выглядит рядом находится обеденная зона то есть здесь стол и стулья сейчас пока еще прихорашиваемся подготавливаемся к сезону вообще летом здесь все утопает в зелени здесь есть тени деревьев видите уже даже сейчас как светло и хорошо с этой стороны детский уголок но здесь еще добавится интересные вещи для детей а в общем дети могут здесь играть в принципе зона мангальная есть любите жать шашлычки здесь хозяева живут здесь эконом жилье я его не показываю что она занята на весь сезон здесь живут в основном рабочие здесь вот так же можете у хозяева взять дешевле выгоднее аренду самокатов чем даже вот юренд байк который находится непосредственно витязево ванапе то есть дешевле вот взять у хозяйки так вы смотрите давайте начнем сначала с кухни есть кухня для приготовления пищи сейчас вам ее покажу у каждого номера подписанная корзина да где он свое складывает из продуктов несколько холодильников естественно микроволновая сочи печь набор необходимой посуды две газовые конфорки электрочайник тарелки ложки сезону побольше будет не переживайте то есть здесь 10 номеров живут поэтому посуда будет больше по сейчас еще подготовимся к сезону раковина 2 раковина ну и соответственно это для готовки зону покушать вы видели можно и здесь пообедать в принципе ли там ну то есть вариантов расположиться есть где тем более возле каждого номера будут столики со столами и давайте я вам покажу наши номера поднимаемся на второй этаж все номера у нас на втором этаже повторюсь они в двух максимум 2 плюс 1 если маленький ребенок но таких номеров всего два остальные двухместные есть двухместные с одной кроватью и двумя раздельными повторюсь возле каждого номера будет стоять на столик со стульями сейчас еще подготавливаемся к сезону здесь вот две односпальные кровати но они рядом поставлены принципе шкафчики кондиционер телевизор тумбочка санузел то есть каждом номере есть кондиционер телевизор и санузел давайте проследуем следующий то есть я вам показываю одним видео чтобы вы видели территорию и дом так следующий номер у нас тоже двухместный тоже две односпальные кровати можно соединить вместе или раздельно столики будут возле каждого номера как я уже говорила стоять то есть это просто не сейчас здесь складируется вот такая вот комнатка тоже шкаф тумба телевизор кондиционер санузел они все идентичны по квадратуре так что разница абсолютно нет в каком вы будете номере жить вот тут будет просто столик со стульями давайте в этот номер проследуем тоже две односпальные кровати шкаф телевизор тумба санузел кондиционер три номера на этой части дома сдаются всего три номера здесь то есть немного номеров не будет супер шумно но при этом есть и свои плюсы в виде парковки бассейна и небольшой детской зоны и давайте проследуем еще номера друг другие вам сейчас покажу это был номер 16 17 18 здесь тоже вот тоже номера часть номеров на весь сезон уже расписаны тут живут люди покажу вам свободные то есть свободный будет вот этот номер сейчас там люди живут выйдут потом фотографии приложу этого номера 9 номер здесь 2 плюс 1 то есть раскладывается этот слоник или софа и для ребенка до 12-13 лет самое то и такая двуспальная кровать то есть не раздельная полностью один ватрас также шкаф находится кондиционер телевизор и обязательно сейчас покажу санузел это у нас номер девять здесь живут на весь сезон в одиннадцатом тоже так следующий номер 12 здесь у нас тоже телевизор ниши для верхней одежды есть также шкаф кому как удобно тоже кресло раскладывается либо как двухместный сдается либо два плюс один то есть у нас мало номеров где можно втроем размещаться основном двухместные номера ту спальная кровать сплит-система такой вот вид кстати большое окошко солнечно давайте покажу санузел санузел так идем дальше и номер 13 здесь у нас двуспальная кровать телевизор кондиционер тоже такой шикарная окошко шкаф и санузел тут кстати еще вешалочка и в том номере тоже были вешалочки я просто не сказала об этом вот такой вот номер получается три номера то раз два три четыре четыре номера тут 7 номеров сдаются остальные как бы уже не сдаются давайте вам расскажу по стоимостью но теперь самое главное стоимость номеров на июнь месяц 1500 двухместный и соответственно если два плюс один плюс 300 рублей 1800 в июле в августе в пик сезона 1800 двухместный и два плюс один то есть плюс 300 рублей за ребенка получается 2 100 сентябрь также как июнь по полторы или 1800 но сами была светлана обращайтесь по номеру напоминаю здесь есть бассейн до моря от трактор на 120-25 минут пешком есть своя парковка зона отдыха можно пожарить мангальчик вот он и очень много двухместных номеров меня часто спрашивают вот как раз я нашла такой вариант для вас обращайтесь с вами была светлана всем пока пока конечно на машине я не могу самым коротким до путем но в целом я вам тоже покажу дорогу и объясню где в какой момент куда вам нужно свернуть то есть мы сейчас едем по улице тракторной до пересечения с улицей восточной везде здесь частный сектор здесь чем хорошо вот мне почему нравится микроем да он немножко в отдалении от моря до непосредственно не первая линия но у него есть как бы для многих очень очень большой плюс здесь спокойно то есть если на параллии всегда с утра до ночи движуха да вы если любите тусовки то просто идете вечером отдыхаете на параллии на набережной потом спокойно возвращаетесь и спокойно отдыхаете но многим по душе совершенно другой отдых то есть они где-то например берут алкоголь допустим да и спокойно уже на своей территории гостевого дома никуда не спеша размеренно так отдыхают в своем кругу в душевной компании и вот вот этот сектор он как раз таки для для этого отдыха но в целом как я уже говорю здесь недалеко до моря так смотрите если вы будете пешеходом до идти пешком то конечно вам тоже здесь надо налево потому что по прямой тупик вот вы сейчас едете 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 я даже вам покажу кратчайший путь вот здесь вы сворачиваете на горького не доезжая до не доходя до главной этой дороги тоже поворачивать сюда направо тут тоже небольшой частный сектор здесь уже меньше зелени да наверное заметно что больше коробок вот все-таки тот еще гостевой дом утопает в зелени я вот летом тоже здесь была я хожу сюда на ногти и здесь прям много зелени всегда тенистое место вот даже сейчас у нас показывают плюс 33 я немножко в машине уже загорать начала а там тенек будет это достаточно приятно летом потому что у нас бывают очень сильная жара и засуха и зной а там есть бассейн и к тому же еще получается тенистая зеленая зона посмотрите вдоль этого пятиэтажки знаменитого пентагона витязева вы по двору идете по прямой соответственно а я здесь ухожу как автомобилист налево вот здесь доходите до конца дома видите пешеходный переход переходите по нему и спускаетесь прямо вниз там идет пешеходная зона тоже с деревьями вечером там фонари работают лавочки мусорки все это есть ну и соответственно я здесь уйду на налево потому что вам показать вам где еще дальше продолжение прохода на пляж на южный проспект и с вами иду еду точнее и там соответственно мы по улице светлой уже пешком я поставлю машину и прогуляемся и вот получается сюда направо поворачиваете будучи пешеходом обычно здесь летом ставят шлагбаума пока что шлагбаума нет я вам покажу даже какая у нас сейчас курортная жизнь это улица светлая именно по этому проходу вы также как и туристы идут гуляют вы также будете прогуливаться к морю конечно же летом работают абсолютно все ролеты здесь вы можете найти столовые комплексные обеды во многих столовых сейчас очень даже демократичные цены имеют и поэтому даже можно дома не готовить если еще пару лет назад это было немножко дорого сейчас 150 рублей 160 170 комплексный полноценный обед вы можете приобрести практически в любом заведении любой столовой у нас вот видите во все идет подготовка к сезону даже несмотря на то что это еще не июнь это май и уже многие ролеты работают повторюсь на машине летом вы сюда не проедете потому что здесь будут шлагбаумы видите даже вот некоторые отели уже много машин уже кто-то отдыхает сейчас здесь у нас находится слева бригадина справа ролеты это все улица светлая мы сейчас чуть дальше найдем место все-таки где поставить на небольшое время автомобиля я вам покажу пляж аквамарин также рядом параллельно идет улица черноморская на черноморской находится набережная наша тут я тоже покажу проход как можно отсюда дойти до набережной то есть чтобы не наворачивать большие и сразу выйти в центр набережной где-нибудь там чуть позже найдем место для парковки видите у нас тут уже поставили заградительные столбики немножко неудобно заезжать туда но я все-таки найду возможность где припарковаться и прогуляемся вместе с вами сейчас у нас уже показывает 29 градусов немножко мы вниз спустились тут посвежее такс я так понимаю давайте я вам покажу еще одно интересное место знаковая на улице светлой как много отдыхающих уже прогуливается даже 21 мая многие ролеты уже открылись тут наша вика замечательная уже тоже открылась у нее ролет напротив часы колоночки и я думаю что вот-вот можно будет уже и вещи купить потому что видите торговля потихонечку открывается даже несмотря на то что многие еще пока закрыты но вы не поверите через девять дней здесь будет абсолютно все по-другому я сейчас смотрю там как раз таки что-то с фонтанчиком делают наверное будут перри перестраивать и вот мы сейчас отсюда прогуляемся с вами пешочком прямо до аквапарка и кстати да здесь есть аквапарк и до пляжа по пути к морю есть имени маркета то есть продуктовые магазинчики и аптека все важные значимые объекты здесь также имеются здесь кстати набережная делится на две части одна вот с этой стороны проход другая с этой с которой мы заезжали это все летом становится такой большой пешеходной зоной а действительно людей здесь достаточно поэтому здесь все будет в развлечениях в ролетах сувенирах одежда здесь а кстати вот я смотрю переконструировали то есть теперь они в едином таком стиле очень неплохо выглядят и вообще в этом году очень много лоска наводит у нас это хорошо на самом деле чем уютнее чище будет здесь у нас на курорте тем больше будет желающих приезжать сюда и вот здесь у нас проход на пляж вот эти здесь у нас выход прямо на аквапарк олимпию прямо на на пляже аквамарина то есть он разделяет как раз таки параллию и улицу светлую до по которой мы сейчас ехали по которой мы выйдем на пляж аквамарин то есть вот вдоль аквапарка олимпии вы можете попасть как раз таки через три минуты ходьбы на параллию на самую главную нашу набережную в витязево и там же прогулявшись по параллию вы сможете найти на южном проспекте вот если идти в сторону дома туда обратно как раз таки парк развлечений византия а вот и аквапарк олимпия здесь летом тоже работает фонтанчик пока что он не работает но это логично все сейчас пусконаладочные работы проведут произведут и летом он вас будет несомненно радовать напоминаю сегодня только 21 мая а вы посмотрите уже сколько людей идет на пляж и я вот вижу вдалеке сколько людей уже там загорает отдыхает и наслаждаются солнечными ваннами здесь вот абсолютно правильно подсказывает лучше разуться потому что сразу можно натереть ножки пока что здесь абсолютно чистый песочек не разгар не раскаленный не разгоряченный в дальнейшем я думаю здесь появится деревянный настил потому что прошлые годы он как раз таки был поэтому и в этом году я думаю он будет обратите внимание на то какие у нас шикарные и песчаные пляжи я спрашиваю это в анапе есть песчаные широкие пляжи нет таких как витязево широких песчаных пляжей нет нигде да в джиме то тоже широкий на фоне анапы конечно в джиме то тоже широкий но таких песчаных залежей как витязево вы не найдете на побережье анапы да и вообще черного моря больше нигде это очень уникальный курорт посмотрите сколько песка это все песчаный пляж и вот они замечательные наши барханы которые берегают от ветров первую прибрежную ну и дальнейшую туда урожные части да все люди купаются 21 мая повторюсь это пляж аквамаринг люди уже купаются какая волна пока еще прохладно хотя может быть нормальная водичка кажется холодновато всегда страшно открывать пляжный сезон но я думаю что на днях и я это сделаю уже пора май месяц море немножко поштармливает видите такое течение сильное прибивает но есть купающиеся люди даже дети вон из воды вылазят это 21 мая это к вопросу о том когда у нас ванапи купаются вообще купаются еще раньше просто в этом году была слегка прохладная весна но видите 21 мая уже люди купаются на курорте анапа ну а с вами была Светлана не забывайте ставить лайк подписываться на канал вот такое вот замечательное пусть и выйдут с местными номерами обращайтесь номер указан под видео с вами была Светлана всем пока пока спасибо